Всем привет, с вами Сергей, и сегодня мы занимаемся английским на слух. В этой рубрике я помогаю вам лучше научиться понимать носителей языка. И сегодня мы будем разбирать звук глоттал стоп. И в этом нам поможет певица Дуа Липа. Вы поняли, что она говорит в этом отрывке? Если нет, то скорее всего, потому что в этом отрывке часто встречается глоттал стоп. Такой интересный звук, характерный для британского английского. Конечно, сильно зависит от того, с кем вы разговариваете. Но если вы разговариваете не с герцогами, то скорее всего вы этот звук услышите. Классический пример, такой очень заезженный пример, это когда вместо A bottle of water, бутылка воды, говорят A bottle of water, используя вот этот вот самый глоттал стоп. Это очень известный пример, и британцев он уже немножко подбешивает. Поэтому не нужно просить британцев, а скажи-ка A bottle of water, скажи, скажи, ну пожалуйста, скажи. Итак, что такое глоттал стоп? Как он вообще звучит? Это не совсем звук в нашем обычном понимании, который можно просто взять и проговорить, как например Т или О. Глоттал стоп это скорее отсутствие звука, чем звук. Я сейчас не буду давать вам такую сложную лекцию про потоки воздуха, там смыкание голосовых связок. Пойдем практическим путем. Попробуйте сказать не А. Не А. Обратите внимание, когда вы говорите А, выдавливаете, вот после не А, выдавливаете, у вас что-то здесь напрягается. У вас как бы вот какое-то напряжение вот здесь происходит. Не А. Вот это и есть гортанная смычка. И в британском английском часто происходит такая штука. Звук Т замещается на гортанную смычку. То есть не то, чтобы звук Т звучит как-то по-другому. Он просто замещается на гортанную смычку. Вместо него звучит вот это или производится, осуществляется вот эта вот смычка. Возьмем слово little, маленький, little. Я сейчас отчетливо проговорил звук Т, little. Но некоторые британцы сказали бы little, 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 little. Вот видите, он у нас здесь вместо Т, у нас вот это самое вот напряжение, которое было в слове не А. Little, не А, little. Другой пример. Слово water, water. Некоторые скажут здесь wo-a вместо water. То есть у них вместо Т вот эта гортанная смычка между двух гласных звуков. Wo-a. Возьмем небольшой пример, где до-а липа отвечает на вопрос, какой у нее акцент. Honestly, I have no idea. British on most occasions. Она говорит honestly, I have no idea. Честно говоря, я понятия не имею. А дальше интересная фраза. British on most occasions. Британский в большинстве случаев. Обратите внимание, как она говорит слово British. Она не говорит British, British, как вас, скорее всего, учили в школе. Она говорит British. 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 Вот это вот и есть глоттал стоп в действии. Другой случай, когда глоттал стоп появляется вместо звука Т, и такое происходит намного чаще, это когда у нас Т в конце слова. Возьмем вот тот кусочек с певицей, который я показывал в начале. В этом отрывочке она отвечает на вопрос о старте карьеры, о том, как открыли ее талант. И вот что она говорит. A bit of a long story, but I'll try and, like, shorten it a little bit. Расшифрую. Она говорит a bit of a long story. Немножечко длинная история. But I'll try and, like, shorten it a little bit. Но я попытаюсь и, как бы, сокращу ее немножко. Вот что она там сказала. Хотя, на самом деле, она сказала, конечно, по-другому. Вместо a bit of, a bit of, a bit of. Она говорит a bit of, a bit of. Вот здесь в слове bit у нас в конце появился вот этот вот глотал стоп. Bit of a long story. Bit of a long story. Bit of a... Хотя вообще фонетически здесь т не то, чтобы прямо в конце слова. Здесь a bit of, оно как бы сливается все в одно слово. И получается, что у нас т между двух гласных. Потом она довольно-таки отчетливая и отдельно говорит слово but. Но она говорит его не как but, а как but, but, в конце вот этот вот глотал стоп. But, but. Вместо it, a little bit. I'll try and, like, shorten it a little bit. I'll try and, like, shorten it a little bit. Для того, чтобы лучше научиться слышать вот эти вот глотал стопы в речи британцев, желательно попрактиковаться самому тоже их попроизносить. Никто вас не заставляет использовать их в речи. Это совсем не обязательно. Однако попрактиковаться для того, чтобы лучше их слышать, было бы полезным. Поэтому просто поставьте это видео на паузу и попробуйте прочитать вот эту вот всю дуолипенную фразу, так же, как она это говорила. С глотал стопами вместо т. Поставили? Попрактиковались? Отлично. Давайте теперь еще раз ее послушаем. И я думаю, что после того, как вы сами все это ль-эл-бэ проговорили, вам будет намного понятнее на слух, что она здесь говорит. A bit of a long story, but I'll try and, like, shorten it a little bit. A bit of a long story, but I'll try and, like, shorten it a little bit. Ну, еще такое небольшое примечание. Почему вот этим глотал стопом не учат в школе? Скорее всего, вас в школе этому не учили. Ну, если учили, то окей, отлично. Ну, скорее всего, не учили. Дело в том, что в том варианте английского, который в школе, по идее, преподают, а в школе преподают не просто как бы обобщенный какой-то такой английский, а, скажем так, тот вариант произношения, который присущ небольшому проценту британского населения, таким более образованным, более высокого социального положения людям. В английском разные варианты произношения ассоциируются с разными не только регионами, но и социальными классами. И в нем как раз-таки эти глотал стопы не приветствуются. Для таких вот чопорных и элитарных спикеров глотал стопы это как бы фи. И некоторые носители языка, бывает, даже специально стараются избавиться от этих глотал стопов, что вообще дается тяжело, потому что, ну, привычка вторая натура. Однако эти люди, конечно же, прям совсем заморачиваются. На этом все на сегодня. Если видео понравилось, обязательно не забудьте лайк поставить, не забудьте подписаться и до встречи в следующий раз.